На днях ветеран уголовно-исправительной системы Виктор Акимович Чегур отмечал свое 90-летие. Много лет он проработал здесь, в Новогришино, в детской исправительной колонии. Родом полковник Чегур из Владивостока. Там закончил военное училище. Затем был фронт, участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождал от нацистов Прибалтику, Восточную Европу. Честно говоря, нас нигде не встречали с цветами, нигде нас не встречали аплодисменты. Нигде, нигде. Вся Прибалтика, вся Польша, все они так очень осторожно и очень напряженно относились. Мы как оккупанты. Да, парень Пятер спрашивает меня, а когда вы уйдете? Вот так. Молодец, сказать спасибо, да. А он говорит, когда вы уйдете? А я говорю, вот флаг ваш будет совсем красный, вот тогда и уйдем. Служил Виктор Чегур на 2-м Белорусском фронте, под началом знаменитого военачальника Константина Рокоссовского. Однажды полководец пожал руку офицеру 381-й стрелковой дивизии, и Чегур потом месяц не мыл руку в память о той встрече. В Новогришино, да, приехали? Сюда приехали, да. Вот. Назывался тогда поселок Царств. Центральный авторемонтный завод, что ли, МВД. Вот так. Вот прописка была. Ну вот. Ну и здесь пошло и поехало. Тут колония большая, 800 человек. Через 5 лет службы в Икшанской исправительной колонии был назначен заместителем ее начальника. Работы было много. Рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в полночь. Контингент под началом у Чегура был разношерстный. Тут и убийцы, и насильники, и будущие матерые медвежатники. Были среди воспитанников колонии мальчишки, которые до попадания за решетку ни разу не посещали школу. Из них почти каждый третий дебил. Дебил. Это вот рожденные по пьянке сделаны наркотики и так далее. И вот получается, что у нас даже мы организовали класс. Класс для них. Почему? Потому что ему по возрасту нужно учиться в 7 классе, в 8. А он еще азбуку плохо знает. Но по словам Виктора Чегуру, он был на зоне авторитетным офицером. Его в глаза и за спиной звали Акимыч. Главное, за счет чего Чегур добился уважения и послушания юных заключенных. Это его честность. По словам ветерана, он не гвоздя не взял себе из имущества колонии. Жил только на зарплату, с чистыми руками и чистой совестью. Один звонил вот года 30 назад. Из Германии звонит. Называет. Звонит. Телефон. Из Германии. Вы меня помните? Я его как же помню. Он такой ростный. Ну да. Мне приятно, конечно. Былает метро. Встречались. Встречались. Тоже все. Вот. Виктор Айкин в трассу тебе. А я чёрт не знаю. Ну, их прошло. Называет. Ну, спасибо. Сам Чегур рано остался без матери. Отец пил. И уже в 14 лет Виктор пошел работать. Поэтому психологию беспризорников и сирот при живых родителях он хорошо понимал. Доверительный такой нужно. Главное. Доверительный. Вот так. Именно вот сам разговор, сам тон разговора должен быть не то, что вот назидание какое-то. Вот так. А именно вот так. Как ты сам? Давай оценку. Сам. Как ты считаешь? Правильно ты поступил? Неправильно. И вот давай с ним спорить. И давай скажешь. Ты виноват. Ты виноват. Вот так. Вот так. Прямо накануне 90-летия ветерана умерла его супруга, с которой он прожил вместе 63 года. Виктор Акимович решил было отменить юбилейное празднество, но родные уговорили его это не делать. Поздравить Акимовича приехали из Дмитровской социальной службы, от Совета ветеранов МВД, представители местной администрации. Виктор Акимович, от всех жителей нашего поселения, где вы пользуетесь большим уважением среди населения нашего поселения, я от всей души поздравляю вас с этим большим, красивым, прекрасным юбилеем. Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран МВД Виктор Чегур по-прежнему в строю. Часто ездит в дмитровские школы, рассказывает о войне, о своей работе в колонии. Учит жить честно и любить свое дело. Учит любить свою родину. Без этой любви, считает Акимович, все остальное теряет смысл. Без этой любви, считает Акимович, все остальное теряет смысл.